Толчком для увлечения стихами, а затем и написанию их для Ольги Фокиной стало время, когда ее родители принесли в дом сборник стихов известной поэтессы Ольги Александровны Фокиной, полной тезки нашей героини. В ту пору ей было лет 12, и уже тогда Ольга попробовала рифмовать. Это занятие увлекло. Затем, после окончания школы, института, участвуя в культурно-массовых мероприятиях, получая награды и в том числе призы, а они в основном были в виде сборников стихов, Ольга поняла – это знак судьбы. Поживу я великой надеждой, сохранить традиции народ. И другая девчонка, как прежде, на свидание к рябинке придет. Со своими стихами Ольга Фокина часто выступает, сопровождая их игрой на гитаре. На этот раз ее слушателями стали посетители Центра Вера. У каждого в мире дорога своя. Что ждет, что ждет, впереди мы не ведаем. Не знаем, что эти дороги таят. Счастье нас встретит и бедами. Стихи пишу, в хоре пою, а музыки рядом, то есть сама не играю. В 45 лет я пошла учиться. Ну, так сложилось, обстоятельства сложились, что всего 10 уроков я взяла. Ну, вот чему научилась, вот то со мной. Ольга Фокина по образованию учитель словесности. Работала и методистом во Дворце пионеров. Выйдя на заслуженный отдых, полностью отдалась поэзия. У нее издан сборник стихов. К выпуску готовится второй. Темы произведений самые разные. Красота природы, любовь, политика. Они устали от ночей бессонных, от темноты в сыром подвале, от дыма едкого и слез соленых. А батьки, что в Луганске расстреляли. Она просто гений, можно сказать. Просто я не знаю, Бог ей дал талант. Ну, просто от души она вся выкладывается. Восторг приводит и необыкновенное чувство юмора поэтессы. Я часто вижу Путина. Мы говорим с ним о политике, сидим в кафе до темноты. И не стесняясь резкой критики, я спорю с ним до хрепоты. О медицине, пенсиях и школе. А вчера с шикарнейшим букетом. Он в гости вновь пришел ко мне. Пел серенада до рассвета. Но очень жаль, что лишь позднее. Ольга Фокина всю жизнь училась. Помимо педагогического института у нее за плечами театральные курсы. Она организатор кукольного театра. Имеет свидетельство муцевика-затейника, менеджера по связям с общественностью. Но самое главное, она не перестает много читать. Русский язык – это особый язык, я уже говорила. Это вибрация. А вибрация – это энергия. Значит, чем больше мы читаем, чем больше мы занимаемся и слышим русский язык, тем больше мы подпитываемся хорошей, доброй энергией. Детская мечта стать признанным поэтом осуществилась. Пока на уровне района. Стихотворение Ольги Фокина «Вологодские кружева» на одном из конкурсов зубовских чтений заняло первое место. Людмила Медведева, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ.